Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача Куншуах и с вами я, ее ведущая Лаура Бекпулатова. Не устаем вам желать прекрасного настроения и позитива на весь день. Сегодня мы празднуем один из главных государственных праздников нашей страны – День Конституции Республики Казахстан. Это день для казахстанцев больше, чем праздник. Это символ независимости, свободы и гарант светлого будущего граждан республики. От души поздравляем всех телезрителей с этим замечательным днем. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизненном пути. После музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Счастья вам, добра, мира и благополучия на вашем жизни. Молодежного крыла Ассамблеи Западно-Казахстанской области. Залина Алиева, Альберт Алиев. Рады вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Ну и пользуясь моментом, хотелось бы поздравить вас с праздником. Пожелать вам только мирного неба над главой, благополучия, успехов, но и, конечно, процветания нашей стране. С каким настроением вы встречаете сегодняшний день? Что для вас значит эта дата? 30 августа. В этом году мы отмечаем 29 лет Конституции Республики Казахстан. И именно на протяжении всего этого времени Конституция Республики Казахстан является одним из оплотов государственности. Спасибо, Лаура. Очень приятно находиться в вашей студии. Да, мы сегодня пришли с таким вот отличным настроением праздничным. День Конституции для нас один из самых важных дней в нашей Республике, для нас как для казахстанцев. Ведь мы народ Казахстана. Действительно, День Конституции это один из государственных праздников, который мы отмечаем. Я работаю в школе, поэтому для меня, наверное, для большинства учителей и учащихся, детей, 30 августа это последняя возможность в конце уже летних каникул отдохнуть, вдохнуть еще один вот такой глоток своеобразной свободы, отдыха перед началом учебного года. Какова роль Конституции в жизни казахстанцев и как они относятся к сегодняшнему празднику? Ну, в целом, что вы можете сказать про своих учеников в школе, про своих коллег? Правовое воспитание это одно из направлений воспитательной работы в рамках учебно-воспитательного процесса. Проводится множество мероприятий, в том числе и посвященных, конечно же, Конституции. Основам законодательства Республики Казахстан, профилактике правонарушений среди подрастающего поколения. Я работаю учителем истории, поэтому тема Конституции мне более близка, наверное, чем учителям других предметов. Конституция изучается как непосредственно по предмету основы права, так и, конечно же, по предмету истории Казахстана. Ведь принятие Конституции это был одним из важнейших шагов на пути обретения и утверждения независимости нашего государства, Республики Казахстан. Поэтому Конституции посвящено немало уроков, а по основам права там целый блок, который подробно изучает, раскрывает все тонкости этого юридического документа для учащихся. Вообще образование, которое дается детям в школе, призвано не только дать им знания, но и подготовить к будущей взрослой жизни, сформировать из них граждански ответственную, политически активную личность. Конечно же, это невозможно без знания основ законодательства, а основой основ этого законодательства, конечно же, является Конституция. Давайте напомним нашим телезрителям все-таки, что такое Конституция еще раз и при каких обстоятельствах была принята действующая Конституция в нашей стране. 30 августа 1995 года на всенародном референдуме была принята ныне действующая Конституция. Это действительно был важный исторический момент для нашей страны, для нашей независимости. Согласно Конституции, высшей ценностью нашего государства является человек, его жизнь, права и свободы. Также Казахстан себя утверждает унитарным государством с президентской формой правления. В первую очередь, также Казахстан утверждает себя демократическим государством, светским, правовым и социальным. Я не зря сказала, что демократическим в первую очередь, потому что после общих положений Конституции идет раздел человека и гражданина. То есть, согласно Конституции, человек у нас на первом месте в нашей стране. И все создаются, все блага, именно для благополучия и для благосостояния, для комфортной жизни наших граждан. Вы являетесь представителями, членами молодежного крыла Ассамблеи Западно-Казахстанской области. Для вас что значит этот праздник? Как вы отмечаете в своей Ассамблее? Какие проводятся мероприятия в честь этого дня? Каждый гражданин в этот день, мне кажется, должен улыбаться только и радоваться, то, что он живет на этой земле, в мире и в согласии. Очень рад находиться тут с такими очень, так скажем, умными и влиятельными людьми. Для меня это только радость и находиться здесь вместе с вами. Альберт, вы в будущем выбрали профессию юриста, так что достойная смена. Скажите, пожалуйста, почему вы решили именно работать в этом направлении, в этой сфере? Ну, как я считаю... Что повлияло на ваш выбор? На мой выбор? Это, скорее всего, я захотел как-то помогать государству, быть госслужащим. И я как-то с детства шел к этому, мечтал об этом. А в чем вы видите свою помощь? Какую лепту хотите внести в развитие нашего государства, страны? Защищать права и обязанности человека. Это самое главное. И только нести добрые дела. И делать этот мир намного лучше. Еще лучше. Спасибо. Ну, хотела бы дополнить по поводу деятельности Ассамблей народа Казахстана. Вы знаете, что в этот день, святой действительно день для нас, Ассамблея не стоит в стороне. Ассамблея готовится к этому мероприятию. Вперед за месяц. У нас с начала августа проводили мы челленджи с молодежью, мероприятия, встречи, разъяснительные беседы. И сегодня, конечно, в этот праздник также участвуем в всех мероприятиях, благотворительных акциях. У нас в преддверии нового учебного года прошла масштабная республиканская акция «Дорога в школу». С участием наших республиканских представителей Ассамблеи Жастаре приезжали гости с других регионов, дабы в нашем регионе организовать вот такую вот большую акцию «Дорога в школу». И, конечно же, она приурочена ко дню Конституции, к началу нового учебного года. Это действительно мы завершаем наш период отдыха, период летних каникул этим замечательным праздником. И наша молодежь очень тщательно, трепетно готовится и чтит наш закон. Вот у нас много будущих юристов в нашей команде. И они выбрали именно эту профессию, наверное... По зову сердца. По зову сердца, действительно. Потому что большинство из них являются общественными деятельными. Большинство наших знакомых юристов, коллег, работающих в сфере именно защиты прав человека, являются также и волонтерами, и общественными деятелями. Потому что для них это не просто работа, не просто конституция, но и действительно способ изменить мир, изменить нашу общественность в лучшую сторону, внести свой вклад в развитие общества, в развитие нашей страны. Чтобы люди, чтобы наша молодежь знала свои права, знала свои также и обязанности, и ответственность перед законом, перед страной. Очень радует, что на сегодняшний день молодежь действительно очень юридически подкована. Это все, наверное, идет со школы, с тех самых первых уроков истории, где объясняют, что такое для начала конституция, что такое демократическая страна, что такое суверенная страна, где каждый свободен, что действительно народ решает будущее нашей страны, что народ может голосовать, что у них есть право выбора, свобода слова. И молодежь сейчас всем этим, все это знает, всем этим гордится, и просто идет вперед действительно в развитии нашего общества. Спасибо. Можно тоже добавить, да, вот, кстати, хотелось бы отметить, что именно Казахстан стал первой страной среди всех стран-участниц СНГ, где впервые такой возник институт, институт Ассамблеи народов Казахстана. И вот именно этот институт также внес немаловажный вклад именно в развитие нашей национальной политики, общеполитики. И, в общем, за годы независимости Конституция как бы сумела объединить народы, связанных единой с нашей судьбой, проживающих на казахстанской территории, стране. Да, потому что в самом начале Конституции так и написано, мы народ Казахстана, народ не народности, нас не разделяют на других национальностей, мы народ Казахстана, мы все едины, несмотря на нашу национальность, вот это вот наше многообразие в единстве. И Конституция, наш основной закон, наша основная книга в нашей республике, это подтверждает с первых же строк. Спасибо. Сергей Васильевич, в чем еще заключается ценность Конституции для каждого казахстанца? Конституция – это, наверное, важнейшее юридическое основание нашей независимости, нашей государственности. Конституция – это символ независимого Казахстана, основа всей правовой системы. Я уже говорил о том, что любой житель Казахстана, гражданин, должен знать законодательство, разбираться в нем, для того, чтобы использовать те права, которые даны нашим гражданам Конституции как раз. Правда, при этом надо не забывать, что помимо прав и свобод, есть еще и обязанности, которые все граждане должны соблюдать. Только в этом случае будет в нашей стране мир и согласие, будет порядок, а все жители нашей страны могут спокойно жить, работать и отдыхать летом во время отпуска. Возвращаясь к тому, в чем важность Конституции для каждого человека, то, конечно же, мы должны в первую очередь обратить внимание, вспомнить о правах и свободах. Становление независимого Казахстана, оно практически тесно переплеталось с процессами демократизации страны, с изменением правовой системы, с отходом от советской правовой системы, где зачастую права граждан носили декларативный характер. Необходимо было, чтобы в новом независимом Казахстане права и свободы не только декларировались, но и были гарантированы. Именно и это было одной из причин принятия новой Конституции, которая пришла на смену Конституции Советского Казахстана. Эта Конституция дала нашим гражданам те самые права и свободы. Политические, экономические, социальные, культурные. И вот уже с молодого возраста, с юного возраста, граждане Казахстана, которые являются школьниками, эти права и свободы изучают, для того, чтобы потом ими пользоваться. И действительно, они в них неплохо ориентируются и могут уже, по крайней мере, как минимум словесно, их отстаивать. В том числе и в спорах с учителями иногда. Такое тоже бывает. Ну а вот как вы считаете, Инна Александровна, почему все-таки граждане слабо знают свои конституционные права? Вот как можно в этом помочь людям? Вы знаете, но я бы не сказала, что сейчас в 21 век, век цифровизации, люди как раз-таки сейчас начинают уже изучать свои права, обязанности, когда есть под рукой телефон, есть доступ в интернет. Каждый абсолютно гражданин может зайти и посмотреть свои права и обязанности. В принципе, это очень хорошо, что мы начинаем изучать нормы конституции уже со школьной скамьи. Это правильно, потому что вообще в целом наличие конституции действительно гарантирует нам стабильность. Вообще наличие конституции в любом государстве это признак государственности, нормы которой уже, на основании норм которой формируется национальное законодательство в целом. То есть конституция это как, знаете, платформа такая, и на ее нормах уже формируются текучие законы. То есть ни один закон, принятый закон, не должен противоречить нормам конституции, потому что он имеет высшую юридическую силу на всей территории нашей страны. Поэтому, в принципе, молодежь сейчас достаточно о своих правах, простите. Вот, в принципе, я думаю, что мы все правильно делаем, что начинаем изучать конституцию уже со школы. Вы согласны, хорошо знаете, да, все свои конституционные права, обязанности. Да, конечно, хотелось бы добавить, что очень хорошо сейчас действительно и молодежь, и взрослые в любой удобный случай может с веком цифровизации все это прочитать, стать сразу грамотными, юридически подкованными, нужную информацию найти и отстоять, защитить свои права. Но вместе с этим не нужно забывать и об ответственности перед обществом, перед народом, перед государством, ну и перед законом, конечно же. То есть вместе с правами хотелось бы, ну мы сейчас, наверное, в этом русле и работаем, повысить вот это вот чувство ответственности, гражданской ответственности среди молодежи, среди подростков. Ведь мы живем действительно многонациональной страной, многоконфессиональной страной, и у нас у всех разный менталитет, но вместе с этим мы одна единая страна, один единый народ. И нужно знать, что есть закон, что нельзя делать все, что придет в голову, нужно чувствовать ответственность перед подрастающим поколением и перед нынешним поколением. В принципе, это и прописано, думаю, в Конституции, если не ошибаюсь, что это ответственность перед нынешним и предстоящими поколениями. Я думаю, почему некоторые не заинтересованы в своих правах и обязанностях до тех пор, пока как-то их не затронет. Это где они не смогут защитить свои права и обязанности, где не смогут, так скажем, юридически или как-то грамотно отстоять свои права. Мне кажется, вот только... В этом проблема. Да, в этом проблема. Я так думаю. Дорогие гости, дорогие телезрители, сейчас буквально на несколько минут мы прервемся на музыкальную композицию, далее продолжим нашу передачу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Еще одна причина, еще один аспект практически того же самого вопроса, а именно вопроса о распределении власти полномочий, вопрос о ветвях власти, о системе сдержек противовесов между законодательной и исполнительной судебными властями. Первая конституция 1393 года, она все-таки несла в себе еще очень много из советского прошлого. Как я уже сказал, очень много полномочий было отведено Верховному Совету, да и в целом на местах сохранялась, по сути дела, еще советская власть, власть местных советов. Это и политическая система, система управления страной, уже не отвечала требованиям времени тем задачам, которые стояли перед независимым Казахстаном. Поэтому потребовалось более четко разграничить полномочия между тремя основными ветвями власти, исполнительной, законодательной, судебной. Что в новой конституции, конституции 1995 года и было сделано. И, наверное, можно назвать еще одну причину, по которой потребовалось принятие вот этой новой, второй, ныне действующей конституции. Речь идет о том, что в конституции говорится, что единственным источником власти в стране, в государстве у нас является народ. Первая конституция, конституция 1993 года, она была принята Верховным Советом, парламентом. Причем этот парламент, опять-таки, был избран еще в той стране, которая на тот момент уже не существовала. В Советском Казахстане, по сути дела, в СССР. По советской избирательной системе. А конституция 1995 года, она уже была принята на всенародном референдуме. Этому предшествовало широкое обсуждение проекта конституции. В этот проект были внесены после обсуждения поправки. И на суд, по сути дела, народа, этот проект был предложен, и народ сделал свой выбор. Утвердив эту самую конституцию, по которой мы и с вами сейчас живем. Вы знаете, в ныне действующую конституцию было внесено 6 пакетов поправок. 1998, 2007, 2011 год, 2017, 2019 и 2022 год. И вы знаете, я считаю, что, идя в ногу со временем, все же мы должны соответствовать. И, соответственно, вносятся изменения и в наш основной закон. То есть в конституцию действительно происходят реформы, политические реформы, в международном праве и так далее, социальные реформы. Я считаю, что это обусловлено требованием времени. Это неплохо, это, в принципе, нормально, что у нас есть такая возможность вообще вносить изменения в конституцию. Касательно периодичности, конечно, это уже другой вопрос. Но то, что мы вообще имеем право это делать, это уже хорошо, потому что Казахстан действительно относительно многих стран, мы еще молодая, развивающаяся республика. Поэтому где-то вот мы дорабатываем, приходится. Спасибо. Ну, может быть, вы еще знаете какие-то интересные факты, связанные вот с нашей конституцией, Сергей Васильевич? Ну, вот если говорить о вопросе, который сейчас мы обсуждаем, о том, почему необходимо периодически вносить в конституцию поправки, почему уже шесть раз это было сделано у нас в Казахстане. Казахстан не является исключением. Практически любую страну, которую мы возьмем, не сбежало того же самого процесса, потому что мир вокруг нас меняется, он динамично развивается, и правовая система, конституция – это основа правовой системы, должны соответствовать изменившимся реалиям. Здесь следует отметить, что все поправки, которые вносились в нашу конституцию, они не затрагивали как раз-таки второго раздела, который посвящен правам и свободам граждан. Никоим образом положение гражданина Казахстана не было поправками ухудшено или ущемлено. В основном эти поправки касались вопросов управления государственных органов власти, избирательной системы, и решалось две основных задачи. Первая – это создание профессионального государства, то есть государства, где и депутаты, и чиновники, госслужащие были бы профессионалами своего дела, в каждой своей сфере, кто-то принимает законы, кто-то их исполняет, проводит в жизни, реализует, действуя на благо страны, на благо всего общества. Ну и действительно постепенно Казахстан практически пришел к тому, что республика наша является именно таким профессиональным государством. И второе направление поправок – это демократизация. Я перед этим говорил, что в 90-е годы, когда была принята Конституция в 95-м году, это были годы реформ, которые требовали концентрации власти в руках президента. Сейчас постепенно происходит перераспределение полномочий, в том числе расширяются полномочия и законодательные, исполнительные и судебные власти. Последние поправки, поправки 22-го года, преобразовали Конституционный совет в Конституционный суд, тем самым подчеркивая значимость самой Конституции, потому что, собственно говоря, главная функция Конституционного суда – это следить за соблюдением Конституции на территории Казахстана, чтобы ни один правовой акт, который принимался бы парламентом, маслихатом, акиматом, не противоречил ей, не противоречил Конституции. Это тоже один из шагов на пути демократизации, когда полномочия властные распределяются более равномерно между ветвями и органами этой самой власти, государственного управления. Спасибо. А, уважаемые гости, как вы считаете, вот нашу действующую Конституцию, можно ли считать эталоном для других государств? Ну, мы как истинные патриоты своей страны, своей Родины. Конечно же, для нас наш закон, наша Конституция, наша страна, наша Родина – самая лучшая. Конечно, в периодами хочется что-то изменить, хочется что-то добавить на благо, на улучшение, в каких-то бытовых вопросах, в каких-то организационных моментах. Но закон, я думаю, что учитывает все тонкости, все детали, все хрупкие, я бы даже сказала, моменты в нашем обществе. Ведь народ Казахстана – это вот действительно такой очень… Мы сами в сфере межетники называем очень хрупким таким вот сокровищем, потому что в мире и согласии на территории одной страны проживает огромное количество представителей разных этносов, разных религий. И все эти годы независимости мы живем в мире и согласии. И все это благодаря грамотной нашей политической обстановке, грамотно выстроенным системам управления и, конечно же, нашим основным законам нашей Конституции. Вы знаете, я тоже могу смело утверждать, что нынешняя Конституция содержит все актуальные вопросы нынешнего времени и дает понятие структуры государства и права в целом. То есть, если вы откроете Конституцию, прочитаете, вы уже будете иметь понятие, какое мы государство, какая у нас форма правления, какая у нас система, избирательная система и так далее. То есть, какими правами и свободами наделены человек и гражданин. То есть, все можно, благодаря одной книжечке, вы можете понять, что мы из себя представляем в целом, как государство. Поэтому мы можем служить примером для многих государств. С ходом времени, я думаю, что это и не последние, и, наверное, поправки нашей Конституции. И, конечно же, меняется общество. Общество стремительно идет к развитию. Поколение молодежи уже совершенно по-иному мыслят. Они абсолютно толерантны. Молодежь у нас очень идет, так сказать, в ногу со временем, перенимает опыт зарубежных стран. И причем, наверное, это вот политика нашей страны, наш общий казахстанский менталитет, что мы берем у наших соседей все только лучшее, все самое лучшее зарубежных стран. Перенимаем опыт, наши ребята обучаются в других странах, приезжают обратно на родину и делятся своими какими-то впечатлениями, опытом. И хотят, конечно же, и эти поправки внести в нашей стране, в нашей общественности. У нас, наверное, большинство вопросов связано больше с развитием общества именно. То есть нам нужно больше увеличить ответственность перед нашей Конституцией. То есть не только знать права, но и чувствовать ответственность, гражданский долг. Как вы считаете, какие меры еще нужны для популяризации роли Конституции в нашем обществе? Ну, мы говорили сегодня о том, что граждане Казахстана, я, конечно же, могу судить прежде всего по школьникам, по подрастающему поколению, они неплохо ориентируются в нормах права и в Конституции в том числе. Я не думаю, что есть необходимость еще какой-то дополнительной популяризации. Скорее, речь идет о том, на мой взгляд, что необходимо, чтобы граждане Казахстана, зная о своих правах и свободах, не забывали об обязанностях. Права и свободы, их популяризировать не надо. Люди с интересом всегда откликаются на те права и свободы, которые они получают и которыми они могут пользоваться. А вот об обязанностях зачастую могут и забыть. Вот это нужно популяризировать, нужно говорить и показывать. И мы, если говорить об учителях на уроках, стараемся показать детям то, что это две стороны одной медали. С одной стороны права и свободы, с другой стороны обязанности. Одно без другого невозможно. Потому что зачастую ваши обязанности, они тесно связаны с правами и свободами других граждан, других окружающих вас людей. Если вы не будете обязанности свои, как гражданин, соблюдать, это может привести к нарушениям права и свободы других людей. Вот эту идею я на своих уроках и, насколько мне известно, и другие учителя стараются популяризировать, стараются донести до молодежи. Инна Александровна. Вы знаете, я соглашусь с таким мнением. Действительно, чтить Конституцию, знать свои права и обязанности, этого недостаточно. Естественно, у нас у каждого гражданина есть и обязанности, которые мы должны соблюдать. Это хорошо, что мы знаем свои права, действительно применяем их, когда нужно, но иногда забываем о том, что и мы еще чем-то обязаны действительно государству. А вообще права и обязанности, в принципе, они неразрывны между собой. То есть одно вытекает из другого. Поэтому соблюдение прав и обязанностей – это залог, я считаю, мудрого, стабильного и успешного государства. Мы действительно должны об этом всегда помнить. Большинство таких вот вопросов связаны, наверное, с таким бытовым характером, что люди зачастую пренебрегают какими-то законами. И это, конечно, очень такой печальный опыт. Но мы верим, верим, что мы идем в светлое будущее нашей страны, что наш народ, в первую очередь, люди активно развиваются, активно участвуют в жизни страны, в выборах избирательных. И школы активно популяризируют закон, активно популяризируют статус Конституции. И вузы, и все молодежные организации, и мы как общественные деятели. Конечно же, средства массовой информации со всех сторон нам напоминают всегда о важности нашего единства, о важности нашей Конституции. И люди, конечно же, не должны забывать, что за каждое деяние нужно будет отвечать перед законом. И, конечно же, закон законом, все мы, люди, и наши все законы построены именно на человеческих факторах. Об этом важно помнить. Спасибо, Залина. Ну и в заключение нашей программы вы можете также поздравить всех телезрителей с праздником, пожелать им всего самого наилучшего. Пожалуйста, Сергей Васильевич, давайте с вас начнем. Действительно, хотелось бы в этот праздничный день поздравить всех казахстанцев, в первую очередь поздравить земляков, жителей Западно-Казахстанской области, уральцев, с этим замечательным праздником, с Днем Конституции. Пожелать им процветания, благополучия, здоровья, мира и согласия. И, конечно же, самое главное, мирного неба над головой. Чтобы мы могли жить, трудиться, любить, уважать друг друга, соблюдая при этом Конституцию и все остальные законы нашего государства, нашей страны. Хочу всех поздравить с таким знаменательным днем, чтобы у каждого гражданина, так скажем, все было хорошо, в достатке и благополучии. Самое главное, да, мира над головой и всего самого наилучшего. Я желаю нашим соотечественникам мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Лаура, благодарим вас за приглашение в этот праздничный день. Замечательный эфир у нас прошел. Очень рада была видеть коллег, поговорить о важности Конституции. Всем нашим землякам, казахстанцам, хотелось бы сказать, что мы действительно народ Казахстана. Мы несем гордое звание казахстанцев и мы, в свою очередь, очень этим гордимся, ценим и трепетно относимся к нашему гордому званию. И всем хотелось бы пожелать действительно уверенности, удачи, благополучия каждому дому, каждой семье, чтобы меньше у нас было каких-то сложных вопросов и побольше позитива, добра, мира. Спасибо вам. И вам спасибо за участие в нашей программе. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам только здоровья и счастья, мира и добра, успехов и благополучия, ну и, конечно, реализации всех ваших намеченных планов. А на этом я с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю всех вас с праздником, с днем Конституции Республики Казахстан. Пусть этот день принесет вам яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки. Всем приятных выходных и до встречи на телеканале Акжаик в передаче Куншуак. Субтитры создавал DimaTorzok